Добрый день, наши любимые телезрители! Ну вот и наступил новый 2021 год. Еще раз поздравляем всех с Новым Годом! Надеюсь, этот наступивший год будет еще лучше ушедшего. Берегите, что вам дороже. Возьмите с собой в Новый Год все положительное, все свои улыбки, всю свою заботу и теплоту. Я уверена, что в Новом Году все будет хорошо, а по-другому быть и не может. Как обычно, сразу после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь на нашем канале. Но как только родственники мужа начали вмешиваться в нашу личную жизнь, я сразу сказала, гудбай мой бай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще раз поздравляем всех с наступившим Новым Годом. Я с большим удовольствием хочу представить вам сегодня наших гостей в студии. Это юные спортсмены, чемпионы по тэквондо, Алисандро Карбоне, Рамис Карбоне, Мерлан Габдугалиев, Алмаз Искаков, Амдас Искаков, Башир Гасанов. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей программе. Ребята, пользуясь моментом, хотелось бы поздравить вас еще раз с Новым Годом, пожелать вам только успехов и удачи в Новом Году, чтобы вы продолжали нас радовать своими спортивными успехами. А как для вас начался Новый Наступивший Год? Как вы его отметили? Как проводили Старый Ушедший Год? Каким он для вас запомнился? Кто начнет? Хочется поздравить всех с наступившим 2021 годом. Мы его отметили в кругу семьи. Как его подобает этому празднику. Хотелось бы пожелать всего наилучшего, чтобы этот год был лучше предыдущего 2020 года. Чтобы мы оставили все беды, которые мы пережили в 2020 году, в прошлом году, и с собой взяли бы все самое лучшее. Спасибо. Ребята, присоединяйтесь. Новый Год мы отметили, как всегда, всей семьей. Собрали всей семьей дома. Я хочу поздравить всех зрителей с наступившим 2021 годом. Пожелать, чтобы у вас все было хорошо. Самое главное – это здоровье, потому что в это время здоровье – это самое главное. Будет здоровье, будет счастье, благополучие. Потому что с пандемией во всей стране, во всем мире было очень плохо. Надеемся, что в дальнейшем пандемия закончится и все будет хорошо. Поздравляю вас с наступившим 2021 годом. Желаю вам в этом году успехов. Главное, чтобы было здоровье. Не болели. В этом году все будет хорошо. Я хочу всех поздравить с наступившим 2021 годом. Желаю всем счастья, здоровья. Хочу, чтобы мы этот коронавирус, эту пандемию оставили в 2020 году и взяли все самое лучшее с собой. Хочу, чтобы 2021 год прошел отлично, чтобы в 2021 году было больше новых эмоций, чтобы все было отлично. Также хотел присоединиться к своим сокомандникам. Мы также отметили Новый год в кругу семьи и также проводили его с командой на турбазе, на природе. Все было очень хорошо. Также хотел бы сказать, что нужно оставить все плохое в прошлом году и взять все самое ценное на следующий год. Всех с Новым годом. Спасибо, ребята. Действительно, вы каждый раз не перестаете радовать нас своими успехами. Показываете отличную физическую подготовку, высокое спортивное мастерство и бойцовский характер. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям о стилях, в которых вы выступаете. Какую пользу несет этот вид боевого искусства тэквондо для физического здоровья и развития в целом? В первую очередь, тэквондо и вообще любой вид спорта – это дисциплина. Дисциплина – это самое главное. Без дисциплины не будет и успехов. Также тэквондо развивает физические способности, моральную устойчивость. И мы все те, кто занимается любым видом единоборства, могут чувствовать себя уверенней, в первую очередь, в жизни поседневной. Мы можем постоять за себя. Александра, что ты можешь дополнить? Также хотел бы сказать, что спорт закаляет характер, организм. Ну, спорт – это здоровый образ жизни. Это, ну, если мы не будем… Кто занимается спортом, они очень редко болеют. Так что занимайтесь спортом. Спасибо. Ребят, скажите, пожалуйста, вот существует огромное количество разных видов спорта. А почему вы решили заняться именно тэквондо? Я решил заняться именно тэквондо, потому что у меня… Мой старший брат занимался раньше тоже тэквондо. И я решил тоже попробовать и увлекся этим, с такой командой, с тренером. Мне здесь понравилось, и я решил остаться именно в тэквондо ИТФ. Мирлан, ну а ты почему решил остаться в этом виде спорта? Этот вид спорта очень красивый. Я, когда еще был маленьким, я через YouTube смотрел, что это такое тэквондо. И мне очень понравился. Этот спорт очень красивый такой, необычный. Башир, а чем помогает этот вид спорта именно тебе? Помогает ли он принять какие-то важные жизненные решения? То есть помимо того, что, как мы поняли, он закаляет, проявляет, дает именно проявить такие мужские качества, характеры. Ну а еще, какая польза от этого вида спорта? В тэквондо ты учишься делать такие решения, которые в будущем тебе очень сильно помогают. Например, даже в спаррингах иногда приходится делать вывод, что делать, когда ты проигрываешь или выигрываешь, чтобы остаться победителем в этом бою и также в разных ситуациях. Мне тэквондо помогает постоять за себя, за своего братика. И еще тэквондо очень сильно работает над твоим характером, делает тебя сильнее. Спасибо. Александр, мы знаем, что ты являешься чемпионом по этому виду спорта. Безусловно, ты наша гордость, гордость всего Казахстана. А вот на сегодняшний день все-таки какими своими титулами, разрядами, регалиями ты больше всего гордишься? Какая победа для тебя была самой, можно сказать, такой тяжелой? Победа? Ну, наверное, чемпионат Азии, чемпионат Казахстана, потому что в нашей стране очень много хороших спортсменов. И в моей весовой я, наверное, провел около 7-6 боев, если не ошибаюсь. Все бои были очень тяжелые. И также чемпионат Азии. Собрались все спортсмены со всей Азии. И я провел около 6-7 боев, и все бои были очень тяжелые. Но благодаря моральной устойчивости, своему характеру и помощи тренера, родителей, мы смогли выиграть. Вот мне интересно знать, о чем ты думаешь во время своих боев? Во время боев я вообще должен ни о чем не думать, должен только сосредоточиться на словах тренера и сосредоточиться к бою. А кому ты посвящаешь все свои победы в первую очередь? Наверное, своим родителям, и тренеру, и всей команде. Потому что команда помогает мне подготовиться, мы делаем спарринги, они мне дают мотивацию. Ну вот ты так многого добился в своей спортивной карьере, Александру. Скажи, пожалуйста, остались ли тобой еще какие-то непокоренные вершины? Ну, только чемпионат мира, но чемпионат мира будет с 14 лет. Ребята, давайте сейчас прервемся на несколько минут и посмотрим, как все-таки проходят ваши тренировки. Итак, внимание на экран. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я являюсь кандидатом в мастера спорта и черным поясом первым данным. Кандидат в мастера спорта в республике Казахстан. Чемпионом республики, а также призером многих международных турниров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если ты хочешь заняться спортом, приходите к нам. У нас самая лучшая команда. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рамис, скажи, пожалуйста, вот только что Александру подчеркну, что поддержка семьи очень важна. Мы знаем, насколько вас поддерживают ваши родители, мама в том числе особенно. Вот сейчас она находится за кулисами и переживает за вас. Скажи, пожалуйста, вот в какой степени важна поддержка семьи в ваших спортивных делах? Ведь все родители принимают такое же активное участие, как бы ваши родители поддерживают вас во время спорта. В жизни спортсмена очень важное место занимает поддержка родителей. Потому что, например, представьте себе ситуацию, если, например, вы очень-то хотите чего-то добиться, но родители против этого. И у вас как бы толчет назад происходит. Вам тяжелее добиться этой цели. А если, например, вам родители помогают в этом, поддерживают вас, тогда у вас появляется стимул продолжать это дело. И вам становится намного легче. Спасибо. Ребята, что вы можете дополнить? Как вас поддерживают ваши родные и близкие? Подбавривают вас? Мотивируют так же? Да. У меня постоянно родители говорят, езди, пробуй, старайся, и тогда все будет получаться. Потому что в спорте еще очень важен опыт. Когда у тебя есть опыт, тебе легче драться, спарринговаться. И тем самым тебя постоянно поддерживают родители. Говорят, не останавливайся на достигнутом, иди дальше. И это очень сильно тебя мотивирует. Спасибо. Меня родители поддерживают очень хорошо. Ведь перед спаррингом всегда есть какой-нибудь мандраж. И родители всегда об этом знают. Они постоянно перед боями звонят, пишут, поддерживают меня. И даже если я даже проигрываю, то родители не расстраиваются, только меня поддерживают. Говорят, что это только для опыта. Следующий бой ты выиграешь. Следующее соревнование будет для тебя только плюс. Ну да, у всех родители, конечно, переживают. И поддерживают своих сыновей, дочерей перед соревнованиями. И мои родители тоже переживают, подбадривают. Если проигрывают, говорят, ничего страшного, в следующий раз выиграешь. А вот как вы относитесь к поражениям? Ведь вы чемпионы по жизни. Бывает ведь такое? Не всегда удается выиграть бой. Вот как вы справляетесь тогда со своими эмоциями? Расстраиваетесь сильно? Переживаете по этому поводу? Не бывало ли у вас желания такого все бросить, заняться другим видом спорта? Нет, нет, такого не бывает. Проигрываем, конечно, расстраиваемся. Но мы потом собираемся духом, больше усерднее тренируемся, чтобы в следующий раз обязательно выиграть. После проигрыша всегда мы все делаем выводы. После того, как проиграли, и на следующем соревновании уже с теми выводами выходим на бой и показываем результат. После каждого турнира мы, когда едем назад домой, с тренером общаемся насчет ошибок, где мы не слушались, а где просто не повезло. Конечно, когда ты проигрываешь, первым делом ты думаешь о том, что за тебя родители болели, поддерживали, а ты не оправдал ожидания. И это одно из больших расстройств, я считаю. А проигрыш ты всегда можешь выиграть, взять реванш. У тебя еще все впереди. Молодец. Также хотел дополнить. После боя, когда проигрываешь, иногда бывает, что внутри все горит. Но нужно немного успокоиться, послушать слова тренера, мотивацию. И он говорит, типа, успокойся, все хорошо, в следующий раз будет лучше. Также мотивация родителей. И да, как уже сказал Башир, мы также, когда по дороге назад, разговариваем с тренером насчет ошибок. И на тренировках мы это исправляем. И в следующий раз на соревновании уже все лучше. Старайтесь работать еще лучше, чтобы не было вот таких промахов. Спасибо, ребята. Сейчас мы прервемся на музыкальную композицию, а далее мы продолжим нашу передачу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу передачу. Сегодня у нас в гостях юные токвандисты, которые делятся своими спортивными успехами. Ребята, продолжим нашу беседу. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще относитесь к своей славе? Вас узнают вообще на улице? Бывает, что просят автографы или в Инстаграме, вот, наверное, обратили внимание, пишут много комментариев положительных. Да, это в большей степени заслуга наших родителей, родительского комитета, в частности, мамы и ещё некоторых родителей. Они продвигают нашу страницу. Что вы такие знаменитые? Страничку в Инстаграме. Благодаря вашим родителям. Да, и благодаря, кстати, нашему тренеру, потому что тренер часто преподносит хорошие идеи для видео, для фото. И это выходит очень красиво. И вот вы спрашивали, узнают ли нас на улице? Да, узнают. Ну, вы ведь такие активные пользователи социальных сетей. Узнают тоже, ребята, дополняйте. Вот какие моменты, может быть, вам запомнились, такие интересные, когда к вам подходили или писали что-то такое, может быть, связанное именно с вашей славой, знаменитостью? Да, часто бывает, когда там даже куда-то заходишь, постоянно спрашивают, тяжело ли заниматься. И ты стоишь, отвечаешь, а их всё больше и больше становится. Спасибо тренеру, тёть Жанне за заслуги. Они нас очень сильно продвигают. Молодец. Я также хотела дополнить. Часто, когда я там, допустим, еду на тренировки, часто, когда я еду в такси, меня узнают, спрашивают про нашу команду, каким спортом занимаюсь. Сразу узнают, про тренера спрашивают. И также хотела сказать, это всё заслуга родителей и заслуга тренера. Вот какие вы все благодарные дети. Не забывайте про своих родителей. Молодцы. Ведь это самое главное. Вы достойные сыновья своих мам и пап. Ребята, вот скажите, пожалуйста, вот то, что вот был карантин, да, немного вот как бы он повлиял, наверное, да, тоже на вашу спортивную деятельность. То есть какое-то время было затишье, не было таких соревнований, турниров. Вот как вы занимались в это время? Расскажите, пожалуйста. Мы знаем, что проходили какие-то онлайн, наверное, тренировки, но всё равно их не сравнишь с настоящими, да, соревнованиями. Пожалуйста, кто желает ответить? Хочется сказать, что в период с марта до середины лета, примерно так, у нас не проходили тренировки из-за того, что было очень сильное усиление карантина, карантинного режима. И тренер писал нам в группе, что мы присылали в группу нашу, Тэквондо, видео, как мы занимаемся, отжимаемся, приседаем, в общем, делаем спортивные упражнения, занимаемся спортом. И что интересно, большая часть команды присылала видео. Ладно, если, допустим, в некоторых командах бывают такие случаи, как будто если не проходят занятия, то всё, команды нету, а у нас такого нету. У нас даже есть тренировок, когда у нас тренировок не было, мы поддерживали близкое общение. В период карантинного, когда не было тренировок, для нас для всех это было очень тяжело, ведь очень хотела заниматься, но это было запрещено. И мы все не сидели дома, мы все выходили на улицы, потягивались на турниках, отжимались на брусьях, бегали. То есть поддерживали все та физическую форму. Поддерживали все та физическую форму, чтобы в дальнейшем было не так тяжело вернуться. Даже записывали видеоролик о том, как мы занимаемся на улице, и скидывали это всё тренеру. Молодцы какие. То есть не сидели сложа руки, не ждали, когда карантин закончится, и вы заново начнёте, а всё время находились в таком режиме. Да, это очень тяжело, когда у тебя есть режим дня, что вот в такое время у тебя тренировка, а в такое время у тебя отдых, и когда нет тренировки, вроде очень много свободного времени. И вот эти несколько месяцев без тренировок очень сильно повлияли на тебя. Но вот с начала этого года, с сентября месяца, мы уже усердно тренируемся. И из-за этого карантина мы работаем над своими ошибками. Всё больше всяких ошибок исправляем. И поддерживаем друг друга в любом случае. Также хотел дополнить, мы не сидели дома сложа руки. Мы тренировались с братьями, с папой тренировались постоянно. И поддерживали, так сказать, спортивную форму, не отдыхали. Постоянно скидывали видео тренеру своих тренировок, разговаривали с командой по фейстайму, не прерывали общение. Ребята, мы знаем, что в феврале 2020 года здесь проходил республиканский турнир. И сейчас мы вместе с телезрителями посмотрим фрагменты с этих соревнований. Итак, внимание на экран. Приветствую сегодня в городе Уральск, в Западной Казахстанской области, особенно наших гостей из восьми различных регионов и городов республики Казахстан. Добро пожаловать к нам на тёплую землю Акжиикой. Сегодня собралось восемь городов, Ак-Тубе, Ашимкен, Уральск, Тольятти и много других городов. Я желаю всем, чтобы победил сильнейший. Саветхан Мағабад, Саветхан Олы, Генеральный секретар республики Казахстан, Тайкондо Ассоциация, Тайкондо ИТФ Казахстан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я Актулиев Мурат Исхватович. Представляю город семей. В Уральске есть очень хорошие спортсмены, которые представляют на Кубке мира, на чемпионате Казахстана. Очень сильные спортсмены и радуют то, что развитие Тэггондо идет по всему Казахстану. Меня зовут Афгар Шуйбаев. Я являюсь руководителем областной федерации Тэгггондо города Актулиев. Мы приехали на этот турнир. Мы приехали на турнир с целью поддержать западно-казахстанскую область. Этот турнир впервые проводит наш друг, наш коллега. Тэгггондо, Тэгггондо и ТЭФ. Мы – сила, мы вместе, мы единое целое. Турнир проходит на высоком уровне. Всех гостей очень рады видеть. Всех приветствую. Всем спасибо, что поддержали, что приехали. На данном турнире у нас принимают 8 областей с нашей республики. Одни из сильнейших бойцов республики Казахстан. И определяются сильнейшие бойцы данного турнира. Казахстан Казахстан Здравствуйте всем. Сегодня по Тэквондо ИТФ проходит открытый республиканский турнир Урал Оупен. Участников более 200 человек. Соревнования проходят по двум категориям. Тули, базовая техника и спарринги. Моим соперникам и всем участвующим желаю удачи. Соревнования проходят по двум категориям. В городе Уральск проходит республиканский турнир открытый Уральск. Торевнования проходят на высоком уровне. Всех гостей очень рады видеть. Всех приветствую. Всем спасибо, что поддержали, что приехали. На данном турнире у нас принимает 8 областей с нашей республики. Одни из сильнейших бойцов республики Казахстан. И определяются сильнейшие бойцы данного турнира. Соревнования проходят по двум категориям. Если у вас еще какие-то дополнительные хобби, увлечения, наши телезрители могут подумать, что вы только заняты своими тренировками, видео онлайн занятиями спортивными. То есть, как говорит Александр, мы практически не отдыхаем. Или бывают какие-то у вас свободные минуты, когда вы можете расслабиться, собраться с командой, сходить на каток. Да, бывает, когда мы ходим с командой на турбазу, и мы всей командой играем в футбол, отдыхаем, а потом в будние дни тренируемся. Но, как вы уже сказали, мы не только тренируемся, мы еще ходим на английский язык курсы. И на английский язык ходим, занимаемся информатикой. И вот уроки. То есть вы такие всесторонне развитые у нас личности. А у вас есть какие-то дополнительные еще увлечения? Хочется немного развить эту тему. В плане, когда Саша сказал, что мы часто выходим с командой погулять. Мы часто играем в игры, конкретно футбол, рэльби. Мы часто вот на турбазе пытаемся на лыжах, на санках, на коньках. И мы довольно часто именно зимой выходим на турбазу. Это самое такое время, когда приятно проводить время с командой на природе. Родители, активный отдых, родители обеспечивают нам проживание в натурбазе и питание. То есть вы сами себе бываете полностью предоставлены сами себе. Да. А тренер обеспечивает нам хорошее настроение и активный отдых. Спасибо. Так должно быть. Рашир. Вот, мы совсем недавно ездили с командой на турбазу, отдыхали, отмечали Новый год. Все было очень весело, все было круто. День начался прям очень круто. Мы сначала катались на лыжах, потом перешли к футболу, к рэльби. И после чего вечером на улице прогулялись и под вечер перешли к застолью. Спасибо. Также, когда мы ездили на турбазу, мы ездили кататься на лошадях. Это, наверное, самые незабываемые эмоции, которые можно сказать. Потому что ездить верхом на коне очень захватывающе. Также, помимо тренировок, свободное время, наверное, вся наша команда любит читать, заниматься собой. Также учеба, английский и так далее. Мы с командой так часто собираемся. Как минимум две недели, один раз мы точно собираемся вместе. То играем в футбол, в рэльби. Разно что-то. Можем там куда-то сходить с командой. Но мы всегда проводим время вместе. То есть вы стали одной дружной, сплоченной семьей. Можно так сказать, что ваши команды. А есть ли в вашей памяти какие-то незабываемые турниры, которые вам больше всего запомнились? До карантина вы ведь ездили в разные города и страны. Ребята, поделитесь своими воспоминаниями. Наверное, самый незабываемый турнир для меня будет это Шамкент. Это, наверное, были одни мои самые первые крупные соревнования. Я участвовал в чемпионате Кастана и участвовал на Кубке Азии. Для опыта, после выступления я набрался очень большого опыта, что в дальнейшем привело к результатам. Мне кажется, самый такой хороший турнир был для меня. Турнир в Чечне по смешанным единоборствам. Нам посчастливилось увидеть президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. И он нас пригласил в ресторан, мы там хорошо провели время. Еще мы сходили в водопад, там тоже было все очень красиво. И сам турнир для нас прошел очень успешно. Хочется добавить, что в Чечне на этих же соревнованиях наш брат, младший, Олесио Ади, стал первым чемпионом Казахстана, кто забрал пояс Ахамата Хаджи Кадырова, первого президента Республики Чечня. Он забрал первый пояс в Казахстан в 9 лет. Получается, он стал первым казахстанцем, кто забрал пояс. Также хочется добавить то, что поехало очень много людей, не то что на соревнованиях, а поддержать тех, кто участвует на соревнованиях. У нас было много, и мне это понравилось, потому что я не в первый раз убедился, что наша команда очень сплоченная и дружная. А Шерс? Для меня самым запоминающимся турниром был Кубок Мира в Минске. Это огромный, большой, хороший турнир, где больше 4 тысяч участников. На этом турнире мы с Александром дрались в одном весе, Саша стал первым. Что могу сказать? После этого турнира я получил очень много опыта, после которого я видел, как ребята дрались, спарринговались, и видел что-то новое, ставил какие-то новые цели для себя, и это дало знать о себе. Для меня запомнилось соревнование, где мы поехали на отбор на Европу. Вот это проходило примерно в январе до пандемии. Мы пошли, выехали, больше 50 человек. Там был отбор на Европу. Некоторые из нашей команды прошли отбор. Мы там еще познакомились с Жалгасом Жумоголовым, Сергеем Морозовым. Соревнования. Ребята, поделитесь с нами своими планами на будущее. Вот наступил Новый год, как говорится, в Новый год, с новыми мечтами, планами, целями. У вас, наверное, есть свои какие-то мечты. Давайте закончим сейчас нашу программу на позитивной ноте. Да, надеюсь, что вот эта пандемия сейчас закончится, и мы сможем свободно ездить на соревнования. Да не только на соревнования, но собираться все спокойно, без пандемии. Ну и какие будут пожелания у тебя всем нашим телезрителям? Ну, самое главное, я хотел бы пожелать в это время. Не болейте, побольше счастья и здоровья. Чтобы, вот как Александр сказал, хочется, чтобы побыстрее закончился карантинный режим и пандемия во всем мире. Хочется выехать на соревнования со всей командой, потому что я давно не испытывал таких эмоций, как и все остальные. Хочется съездить в разные города, поучаствовать на соревнованиях, получить еще больше опыта. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех телезрителей, с новым 2021 годом. Хочу пожелать, прежде всего, здоровья, потому что сейчас, во время пандемии, здоровье самое главное. Также хочется пожелать успехов, хорошей атмосферы дома. Не болейте еще раз. Все мы хотим, чтобы наконец-то все мы уехали на соревнования, ведь мы все так усердно тренируемся с сентября. Надеемся, что пандемия наконец-то уйдет, и коронавирус отступит от нас, и у нас все будет хорошо. И, конечно же, я хочу сказать, чтобы пожелать всем зрителям в 2021 году, чтобы у вас все было хорошо. Надеюсь, что коронавирус не затронул ваши семьи, чтобы те, у кого из-за коронавируса сложились плохие, плохая ситуация, чтобы у вас все было хорошо. Желаем вам здоровья, чтобы это все пандемией закончилось, и чтобы возобновились тренировки, как было до этого. Но главное – здоровье, чтобы побольше соревнований было. Я считаю, что на 2021 год у нас большие надежды, цели. Мы хотим повыступать на турнирах, потому что давно не ощущали эти эмоции, когда ты сидишь, ждешь своего боя, вызывают тебя, и ты идешь. Я желаю всем счастья, здоровья, чтобы 2021 год прошел для вас на хорошей ноте, чтобы ваши близкие были здоровы. Хочу сказать, что эта пандемия не дотронулась до нашей команды. В нашей команде никто не болел коронавирусом. Ну и слава богу. Да. И это очень хорошо. Потому что вы спортсмены, закаляетесь. Это правда. Правильно? Ребята, вы такие молодцы. Мы очень рады, что вы сейчас достигли такого уровня в своем виде спорта. И представляете, как гордятся вами все ваши родные и близкие. Конечно, в дальнейшем хочется пожелать, чтобы все ваши желания, которые вы сегодня озвучили в нашей передаче, обязательно исполнились. Ваши мечты осуществились. Хочется также вам пожелать идти вперед, всегда к своей цели, никогда не сдаваться, ни перед какими трудностями, побеждать свою лень. И я уверена, что вы еще добьетесь очень многого в жизни. Светлого вам прекрасного будущего, спортивных успехов и ярких достижений. Еще раз хочу поблагодарить вас за участие в нашей передаче. С Новым Годом! С Новым Счастьем! Что ж, дорогие телезрители, а на этом мы с вами прощаемся. Пусть в Новом Году будет больше побед, пусть он будет наполнен радостью, улыбками и смехом. Желаю каждому, чтобы любое желание воплотилось в жизнь, чтобы все поставленные цели были достигнуты. Самое главное, пусть каждый из нас будет в Новом Году счастлив. Ведь счастье как раз включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. Будьте счастливы! С Новым Годом!